Очень важную тенденцию, что, по всей видимости, молодое население, женщины фертильного возраста, это население начинает перетекать и в Татарстан из соседних регионов. Экономика и Татарстана, и всей России очень сильно зависит от возможности продажи этих углеводородов на внешнем рынке. И мы видим целую серию конфликтов, включая конфликт с Сирией, которые были связаны с борьбой за эти рынки сбыта. Что такое татарский язык? В частности, это действительно возможность понимать и общаться с тюркским миром. Мы должны показать, что действительно мы, с одной стороны, есть Татарстан, связан с мусульманской цивилизацией, корни как минимум 1100 лет, а с другой стороны, мы должны показать, что Татарстан является высокотехнологическим индустриальным регионом. Чтобы мусульманский мир смотрел на Россию не как на чущую страну, а на как некий субъект, который участвует в процессе развития мусульманского мира. Этно-конфессиональное многообразие. Это тема нашей программы. В эфире главные новости в студии Динара Бургов. Здравствуйте. Я напоминаю, что вы можете присоединиться к нашему эфиру, позвонив по номерам, указанным на экранах. 511-99-66 и 8-800-532-55. Это бесплатный номер для регионов. У нас сегодня в гостях доктор исторических наук, профессор Казанского филиала Российского государственного университета правосудия Айдар Хабудинов. Здравствуйте. Добрый день. Айдар Юрьевич, мы уже вышли на финишную прямую. Сейчас самое время подводить итоги. И что интересно, в 2022 год Татарстан входит с увеличением количества населения. И на своей итоговой пресс-конференции президент республики озвучил, что подводя итоги переписи, численность населения в регионе превысит 4 миллиона человек. Вот интересная цифра, учитывая, что до этого она была на уровне 3,8-3,9 миллиона человек. И получается, Казань превратилась в самый большой город Приволжского федерального округа. Подводя вот эти все итоги, хотелось бы узнать, как вы считаете, за счет чего у нас такой рост произошел? Вообще о чем говорят эти цифры? Я думаю, что действительно в последние два года и в последний год произошли радикальные изменения. Во-первых, Казань сменила Нижний Новгород как самый большой по населению город Поволжье. К сожалению, в Нижегородской области очень тяжелая демографическая ситуация. Если раньше мы говорили, что в Псковской области на одного младенца два покойных, то теперь такая ситуация в Нижегородской области. Это первый момент. Второй момент. На сегодняшний момент официально только один из субъектов Приволжского федерального округа имеет население более 4 миллионов. Это Башкортостан. Глава Башкортостана уже заявил, что по результатам переписи население региона сохранится более 4 миллионов. Но очень важный момент. По данным за 9 месяцев этого года, к сожалению, полных данных Госкомстаты нет, Татарстан занял первое место среди субъектов Приволжского федерального округа порождаемости. На самом деле это не так много. За 9 месяцев это немногим более 30 тысяч человек. То есть понятно, что при продолжительности жизни в районе 70 лет это, конечно, никакие не 4 миллиона. Но тем не менее мы видим очень важную традицию, что очень важную тенденцию, что по всей видимости, молодое население, женщины фертильного возраста, это население начинает перетекать в Татарстан из соседних регионов. Ну и плюс, конечно, огромная роль Казанского федерального университета, который действительно превратился в городообразующее предприятие и который притягивает население со всех регионов. И еще очень важный момент я бы хотел сказать. Интересно, какие будут результаты переписи 2021 года. По результатам переписи 2010 года Татарстан был единственной, повторяюсь, единственной республикой в составе России, где увеличилась численность русского населения. К сожалению, мы видим, что даже... К нам приезжают, да? К нам приезжают и очень важно, когда нам говорят, что увеличивается здесь численность мусульманского населения, да, увеличивается численность мусульманских народов. Но мы видим, что увеличивается численность русского населения. И, боюсь, таких регионов даже среди краев и областей в России остались считанные единицы. Ну, Айдар Юрьевич, смотрите, интересно. Пандемийный год, он наверняка сказался, да, на демографической ситуации. Получается, смертность, показатель смертности, он вырос. Но за счет чего тогда, получается, у нас, в принципе, увеличились в лучшую сторону показатели? За счет того, что люди переехали? Или рождаемость увеличилась? Что стало причиной? Я бы, конечно, хотел видеть те, так сказать, данные подробные, которые сейчас пока нет. Дело в том, что в России сейчас очень достаточно два подхода подсчета. То есть считать по постоянной прописке и по пребыванию реальному. Я думаю, что многих людей так и посчитают в двух регионах. И я думаю, что речь прежде всего идет о том, что у нас действительно большое количество молодежи, которые приехали, но которые уже вряд ли покинут Татарстан. По-другому я не могу объяснить. Понятно, это не в рождаемости, потому что цифра за 9 месяцев в Татарстане, что смертность несколько превышает рождаемость. Опять-таки, население Татарстана на 1 января этого года чуть менее 3 миллионов 900 тысяч человек. То есть единственное объяснение, что посчитали за тех, кто живет в Татарстане, те, кто здесь реально живет, заводит семьи и остается на будущее. А вот в своей статье, посвященной развитию мусульманской общины и республики Татарстан в 2021 году, вы указываете на тренд к сохранению стабильности в религиозной сфере. Как меняла социальная активность в условиях пандемии? Как вы считаете? Я думаю, что социальная активность в условиях пандемии приняла достаточно правильное направление, потому что одновременно это и пандемия. И целый ряд семей теряют возможность заработать. И, соответственно, мы в этом году видим, что мы отмечали печальный юбилей голода 2021 года, мы видим низкий урожай в Татарстане, мы видим, как выросли цены на картошку, ну, как бы мы сказали, на весь суповой набор. И здесь я вижу самую грамотную политику, которая связана с тем, что формируются продовольственные пакеты, то есть идет помощь конкретная, адресная тем семьям, которые нуждаются. А в других направлениях я, как бы, прорывах не вижу. Но то, что сформировались целые сети, так сказать, люди знают, кому они дают, и, соответственно, есть четкое представление, так сказать, что этим людям нужно, эта система, я считаю, что за 30 лет в Татарстане налажена. Вообще для татарского народа характерна система чемхуя туль хирия, благотворительности. И если мы возьмем наших знаменитых баев, то мы видим, что это была мощнейшая система, которая охватывала и Европейскую Россию, и Казахстан. И мы видим, что татары создавали первое благотворительное общество в том же Северном Кавказе, да, Казахстане, Средней Азии. То есть очень хорошо, что эта традиция вернулась. Так как мы с вами затрагиваем тему многонациональности и этноконфессионального многообразия, так скажем, с разных сторон, если смотреть более узкое направление, именно касаемо дружбы народов среди детей, например, эту тему поднимать, предлагаю посмотреть видеоматериал и репортаж из Нурлата. Там как раз прошел фестиваль национальных культур под названием «Радуга». Внимание на экран. Владимир Охотников приехал в Нурлат с детским фольклорным коллективом, образованным в 2005 году. В его составе 15 человек. Занимаемся творчеством, поем народные песни, занимаемся фольклором, обряды показываем, выступаем в республиканских конкурсах, не первый раз уже занимали почетные места. В номинации фестиваля «Художественное слово» девятиклассница Мэрия. Она представитель армянской культурно-национальной автономии. Девушка активно участница мероприятий «Дружного дома». Мы часто участвуем в различных мероприятиях в Дом дружбы народов, и я очень рада представлять свою родину здесь. Также я здесь нашла много друзей и хорошо с ними общаюсь. Детский фестиваль пронизан нитями дружбы и согласия, отмечает руководитель местной общественной организации «Многонациональный Нурлат». Творчество юных – это выступление в рамках фестиваля народности, проживающей на земле Татарстана, представление национальной культуры на своем родном языке. Надеюсь, вот этот концерт даст импульс нашему подрастающему поколению, что любовь к культуре своего народа – это в жизни самое главное. И в преддверии Нового года хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья, любите и изучайте родной язык. В просомном зале публика разного возраста. Участники мероприятий и их наставники спешат выступить, а потом и поболеть за других конкурсантов. Каждому участнику и коллективу – грамота и ценные подарки. В фестивале номинации «Вокал», «Хореография», «Художественное слово», «Инструментальное творчество» представили широкие возможности юным исполнителям. Гузель Самирханова, Алмаз Ахмедзянов, Новости Татарстана. Очень здорово, что проводят для детей подобные мероприятия. К этому вернемся чуть позже. Хочу напомнить нашим телезрителям о том, что в группе ВКонтакте «Мендиоканал Татарстан24» мы проводим опрос по данной теме и предлагаем вам принять в нем участие, используя QR-код, который вы видите на экранах. Айдар Юрьевич, возвращаясь к теме. Ранее вы говорили о том, что сегодня Татарстан – один из оплотов интернационализма в стране. И как вы считаете, за счет чего властям региона удается создавать условия для этнической стабильности? Вы знаете, я бы все-таки хотел вернуться к этому сюжету, когда армянская девочка спокойно говорит на родном языке. К сожалению, мы знаем, что год с небольшим назад был достаточно большой вооруженный конфликт в Карабахе, когда воевали между собой представители, ну скажем так, армянской общины Карабаха с помощью Армении и регулярной азербайджанской армии. Мы понимаем, что сегодня армянин не может приехать в Азербайджан. Азербайджанец, наверное, даже и не подумает о том, что он может вернуться в Армению. Хотя, как мы знаем, было и реванское ханство, и очень много азербайджанцев, они родом с территории, на которых сейчас находится армянское государство. Вот мы должны для себя очень четко понять, что действительно это величайшее наше достижение, что люди могут быть разные, но каждый из них должен иметь возможность сохранять свою религию, сохранять традиции своих предков. Вы знаете, был-то в свое время очень хороший лозунг. Нет для нас ни черных, ни цветных. Вот опять-таки мы знаем, что есть регионы, где численность русского населения в условиях независимой России за 30 с лишним лет. Это республики, я даже не говорю про иностранное государство, это республики в составе Российской Федерации, где численность русского населения сократилась в разы. Опять-таки повторяюсь, Татарстан единственная республика, где в 21 веке единственная республика России, где численность русского населения растет. И я считаю в этом отношении, что это и грамотная политика властей, но и грамотная политика граждан, которые понимают, что да, иногда мир может быть худой, но когда люди видят, что творится в том же Карабахе, когда люди видят, что, например, представители тюркского мира заняли очень жесткую проазербайджанскую позицию, это имеется тюркский мир во вне России, соответственно, идет шквал обвинений со стороны тех, кто поддерживает Армению, и зачастую с христианской точки зрения. Соответственно, не дай бог, а ласа к ласын. И очень важно, что люди на нашей земле понимают, что есть те, как сейчас любят говорить, красные черты, которые ни в коем случае нельзя переходить. Но что для этого делается, чтобы не перейти черту, как вы говорите? Что для этого делается? Ну, знаете, Назымчик мне гениально сказал, что легко быть богом и легко быть зверем, быть человеком очень трудно. Прежде всего нужно быть человеком и понимать, что если ты хочешь, чтобы твой народ жили хорошо, нужно уважать язык другого народа, религию другого народа, традицию другого народа. Трудно не согласиться. Также президент Атарстана с 2014 года по поручению Владимира Путина возглавляет группу «Россия – исламский мир». Чуть заседание, кстати, прошло в ноябре в Саудовской Аравии. И тогда Рустам Миниханов рассказал об обыте республики в построении многонационального мира и предложил провозгласить Казань городом первого печатного Корана в мусульманском мире. Как вы считаете, какую роль Татарстан играет в отношении России со странами Востока? Вот в предыдущем моем выступлении на прямом эфире много говорили мы о ценах на нефть. Мы прекрасно помним, что на Рождество 79-го года, когда Советский Союз ввел войска в Афганистан, как бы договорились западный мир с организацией стран-экспортеров нефти ОПЕК во главе с Саудовской Аравией. И мы все прекрасно помним среднее поколение, чем для нас закончилось падение цен на нефть, страшным дефицитом, когда холодильник победил телевизор, и во многом это способствовало распаду нашей страны. Нам нужны хорошие отношения с мусульманским миром, хотя бы для того, чтобы цена на нефть, цены на газ держались на комфортном уровне. Экономика и Татарстана, и всей России очень сильно зависит от возможности продажи этих углевродородов на внешнем рынке. И мы видим целую серию конфликтов, включая конфликт Сирии, которые были связаны с борьбой за эти рынки сбыта. И поэтому то, что существует образ некого Татарстана, который может не только сохранять себя, но и развивать себя, потому что очень важно, действительно, Коран был письменный. То, что Коран стал печатным, это способствовало тому, что Коран стал одной из наиболее печатаемых книг в мире. Мы должны показать, что действительно мы, с одной стороны, есть Татарстан связан с мусульманской цивилизацией, корни как минимум 1100 лет. А с другой стороны, мы должны показать, что Татарстан является высокотехнологическим, индустриальным регионом. Чтобы мусульманский мир смотрел на Россию не как на чущую страну, а на как некий субъект, который участвует в процессе развития мусульманского мира. Айдар Юрьевич, мы с вами говорим об итогах года. И учитывая это, уходящий год в Татарстане был объявлен годом родных языков и народного единства. Как вы считаете, в чем актуальность данной темы в наши дни? Ну, в России уже третье десятилетие продолжается политика централизации. На самом деле, и это открытым текстом говорят, что, так сказать, брать нужен пример с эпохи Александра III, Николая II, когда ставится лозунг о создании единой гражданской нации с единым языком и единой культурой. В этом отношении, так сказать, мы все знаем, что обязательность национальных языков отменена. Человек может сам выбирать. Стоит ли ему выбирать, если нет, образования высшего и профессионального на родном языке, это тоже вопрос. Но я бы поставил вопрос с другой стороны. Потому что если мы посмотрим, что такое татарский язык, в частности, это действительно возможность понимать и общаться с тюркским миром. К сожалению, в одной Турции детей школьного возраста уже больше, чем во всей России. Интересны будут результаты переписи. Но мы уже видим, что по переписи 2010 года в большом количестве городов России есть стабильные тюркские мусульманские общины, не выходцев из России. И вот, соответственно, с одной стороны, да, вроде татарские необязательные, но я уже не первый раз сталкиваюсь, что если ты хочешь попасть на какую-то площадку, да, естественно, нужно владеть русским языком, но владение литературным тюркским языком является точно одним из каналов для того, чтобы попасть на некоторую площадку. Об этом точно не стоит забывать. И когда человек с татарским именем, фамилией радостно говорит, я по-татарски не понимаю, он должен осознавать, что в некоторых площадках просто для него может не оказаться места. Это жестоко, это может быть неправильно, но я такие ситуации вижу. Правильно ли я вас понимаю, нужно знать родной язык и язык народа, на территории которого вы живете? К сожалению, стратегия, так сказать, преподавания татарского языка в 90-е годы, когда преподавали прежде всего грамматику, я говорил это и покойной Флёре Садриевне Сефиулиной, она была глупая, я бы даже назвал ее преступной. Но то, что, так сказать, для человека, который живет на земле Татарстана, нужно иметь представление об истории, о культуре и, соответственно, о языке. Но, с другой стороны, я должен сказать, что, к сожалению, зачастую татарская интеллигенция сама, так сказать, в погоде за западными стандартами утратила свои корни. Но я еще раз повторяюсь, если эти корни, так сказать, как-то в чем-то утрачены в Казани, то, во-первых, есть великое татарское наследие, во-вторых, мы видим, что существует культурная традиция тюркского мира, с которой очень легко ознакомиться, зайдя в интернет. И она очень активно развивается. Адар Юрьевич, давайте подведем итог нашего голосования. Мы задали вопрос в группе ВКонтакте. Как вы оцениваете межнациональные отношения в Татарстане, где 51%, это большинство, ответили спокойные и доброжелательные. 44% тоже, много людей, ответили не всегда спокойные. И есть другие варианты ответа, так, ответили около 5%. Вот как вы оцениваете данную статистику? Это действительно данные, которые, с одной стороны, радуют, с другой стороны, не радуют. Мы в последнее время видим достаточно мощную информационную кампанию, которая связана с сюжетом, связанным с ректором Казанского федерального университета. Мы, компания, так сказать, с его арестом на два месяца. Мы видим ситуацию, связанную со спиленным крестом в Актаныше. Вот, к сожалению, людям кажется, что есть проблемы, и нужно на эти проблемы педалировать. Мне это напоминает, честно говоря, последние годы Советского Союза, когда люди искренне думали, что у них будет бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, стопроцентная занятость, и будут все замечательные блага западной цивилизации. Вот здесь, к сожалению, люди до конца не понимают, что межнациональный мир в Татарстане – это вопрос не о том, что, так сказать, кто-то неправильно поступил, и кого-то нужно обвинять в национализме. Это вопрос о том, что нужно выстроить взаимоуважительные отношения. И нужно четко понимать, что то, что творится в Татарстане, это привлекает внимание, как бы русская часть видит влияние, видит картину в глазах русскоязычного мира. Но русский мир – это 140 миллионов из 7-миллиардного человечества. Хотелось бы, чтобы русские посмотрели, как ситуацию в Татарстане видят и в тюркском мире, и в мусульманском мире, и в Европе. Хотя бы, повторяюсь, для того, чтобы цены на нефть и на газ оставались высокими. Айдар Юрьевич, у нас осталось меньше минуты до конца прямого эфира. Хотелось бы услышать от вас рекомендации нашим телезрителям. Поздравление к Новому году. Я наел белен. Я надеюсь, что Новый год прежде всего принесет вам добро, мир и счастье. И я надеюсь, что через год вы встретитесь за новогодним столом с теми же, с кем вы провожали этот год. Потому что основное – выжить и остаться здоровыми. Это основное мое пожелание. Спасибо. Спасибо за пожелание. Желаем также вам здоровья, счастья и благополучия в Новом году. Что, спасибо. Приходите к нам снова. До свидания. Спасибо. Это были главные новости. Всего вам доброго и до встречи. Подписывайтесь на канал «Татарстан-24». Не пропускайте интересные выпуски. Жмите колокольчик. До свидания.